Молодёжь, слава Богу! Вы устали или нет? Нет, конечно, молодые, они сильные. Слава Богу! Мы будем подходить к молитве, пусть Бог нас всех благословит. Я буду читать тот же стих, который читал брат Пётр I. Это книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. «И так знай, что Господь Бог твой, и есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Вот такое вот слово Моисей сказал народу, который уже вошёл в обитованную землю. И когда он говорил, мы дома можем почитать внимательно высшие стихи, когда он говорил этому поколению тому, что когда они пришли, там было всё готово. Были готовые дома, были сады, виноградники, всё было хорошо. И Бог говорил через Моисея, что я даю эту землю не потому, что ты был сильный или очень умный, не потому, что, может быть, как бы ты сильно способный был, но потому, что, говорит, я люблю тебя, слава Богу. Потому, что, говорит, у тебя были отцы, у тебя были отцы, которые предо Мною ходили верно. И вот сегодня, Бог говорит, я некогда, когда они жили при лице Моим. Я им обещал, что я эту землю дам. И сегодня, Бог говорит, я исполняю. И для того народа, который жил, говорит, а ты знай, что Бог у тебя Бог верный. Слава Богу! Молодые братья и сёстры, как вы думаете, вы живёте хорошо? Почему? Сегодня утром на утреннем собрании брат Василий говорил, что может быть ваши папы, мамы, ваши дедушки и бабушки, которые возносили за вас молитвы. В нашей церкви лет 25 было молодому брату. Ему было такое слово. Приехала сестра, сосуд, была в гостях. И к нему подошла и говорит такое слово. О, если бы ты знал, сколько за тебя было совершено молитв! О, если бы ты знал! Братья и сёстры, молодёжь, родители, которые вас молили за вас, которые вас воспитывали, и вы уже пришли в самый возраст, когда вам самим нужно выбрать правильное решение, чтобы вы могли сами уразуметь, что Бог, которому мы служим, есть Бог верный. Слава Богу! Сегодня брат напоминал, была Сара, когда не было исполнено слово, но написано, она знала, что верен обещавший. Слава Богу! Один пример в нашей церкви рассказывал брат в гостях, что было время, когда мама, и у неё было несколько детей, её сажали за Слово Божие. И говорили, что надо её посадить, детей отдать в детдом, а её посадить. И когда собрали всех людей в том посёлке, и говорили, что вот она вот такая, её надо посадить, она служит Богу. И когда ей дали слово, она сказала, «Можно я скажу?» Она говорит, «Когда я была молодая, и меня коснулся Господь, и крестил меня Духом Святым, и я пообещала в жизни быть Ему верною. А вы, господин председатель, когда пришла та власть, вы стали служить Ему. Когда та власть ушла, пришла другая власть, вы стали другим служить. И когда опять поменялось, вы стали опять другим служить. Но я служила Богу, и я буду Ему служить, потому что Он меня простил, и Он меня крестил Духом Святым. И когда все люди посмотрели и говорят, «Да вроде бы не за что её судить, пусть её Бог благословит». Слава Богу! Братья и сёстры, вот сегодня брат второй проповедовал Виктор. Я в 18 лет был чуть-чуть выше него, а такой же худой был. И когда забрали меня в армию, и когда мы пришли в армию, знаете, в то время мы понимали, что есть христиане, а есть люди неверующие. И когда мы пришли в армию, и где служили, там были люди, которые по малолетке уже отсидели в тюрьме, процентов 7-75, они уже отсидели за преступление. И когда мы там находились, один брат был с Казахстана немец, другой был с Молдавии, и три брата украинца были. И когда мы там находились, мы не принимали присягу, мы некогда обещали Богу служить доброй совести. И когда пришел момент, были никакие сложности, некоторые были трудности, но пришел момент, когда нас всех рассоединили и больше не дали нам вместе общаться. И потом, я помню, пришли ко мне в один день и сказали, «Ты остался один». А они все уже согласились. «И ты остался один, и тебе нужно согласиться и поступить так, как мы тебе говорим». «Братья и сестры, в 17 лет меня Бог крестил Духом Святым, и когда я молился, в моем сердце сила Духа Святого наполняла. И я сделал решение, что бы ни было, может быть, братья и отказались, они нам не давали встретиться, но я буду служить Богу. И они нам сказали, если вы не согласитесь, вот такие вот такие будут условия». Братья и сестры, но когда мы встретились, и первый нам вопрос был мы друг к другу, «Почему вы согласились?» И братья не согласились, и никто, они нас обманули. И тогда начал Бог говорить, «Все, что они сказали нам, ничего не исполнилось, но то, что сказал Бог, оно исполнилось. Слава Богу!» И вот было время, когда мы понимаем, что Валаам, пришел Вала к Валааму и говорит, «Прокляди мне народ». И написана эта книга, чисто 23 глава, 19 стих, когда во второй раз уже позвал Вала к Валааму. И вот стоял Валаам, Валаам и хотел благословлять народ. И вот он такое слово сказал, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Это народ благословен». Братья и сестры, слава Богу! Может быть, ты и не веришь, что Бог верен. Может быть, твое сердце еще сомневается, но ты знай, что Бог есть Бог верный. Слава Богу! И когда некогда Бог обещал Давиду, что из твоих шресел будет Христос, и он сядет на престоле своем, и когда пришел Иисус Христос на эту землю, то написано, не только для народа израильского было спасение, не только для народа израильского была та земля обетованная, но Христос сказал, что придите ко мне все, труждающиеся, придите, Бог возлюбил всех, чтобы все люди пришли и служили Богу. Слава Богу! Братья и сестры, молодежь, Бог всегда сильно ревновал, чтобы народ был святой, чтобы народ был всегда святой. И в Ветхом Завете в этой же главе написано шестом стихом, ибо ты, народ святого Господа, Бога твоего, тебя избрал Бог. Слава Богу! Братья и сестры, пусть Бог благословит молодые сердца, жить чистоте и святости, жить так, чтобы пред лицом Божьим было благословение. Слава Богу! Читаю еще такое место. Это книга Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, 23 и 24 стих. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего и Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сия. Слава Богу! Братья и сестры, молодые, иногда, может быть, люди вам говорят, что вы не сможете жить чисто и свято. Верен призывающий вас, который и сотворит сия. Сегодня Бог Духом Святым говорил, что душа, дух и тело, оно должно быть сохранено при лице Божьем в чистоте и святости. Слава Богу! Другое место Фессалоникийцам 4 глава 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Молодые братья, молодые сёстры, храните себя в чистоте. Это будет ваше Божье благословение в жизни. Пусть вас в этом Бог благослови. Слава Богу!» А Иоанн говорил, что проходит этот мир, проходит похоть его, исполняющий волю Божию будет пребывать вовек. Было какое-то время назад, была мода, когда джинсы были порваны. Сегодня, может быть, какие-то короткие. Разная была мода, и в нашей молодости была мода. Но, братья и сёстры, оно всё проходило, оно всё временное, оно всё непостоянное. Но кто исполняет волю Божию, тот пребывает вовек. Слава нашему Богу! Читаю ещё одно место. Это книга Экклезиаста, 7 глава, 17 стих. «Не предавайся греху, и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в своё время?» Братья и сёстры, давайте ещё раз прочитаем. «Не предавайся греху, и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в своё время?» Бывают и молодые люди, или от болезни умирают, или как-то, может быть, в каких-то обстоятельствах. Но есть вопросы, когда человек понимает, он предаётся греху. В нашей этой местности, несколько лет назад, я знаю хорошо того отца, и знаю его сына, когда сын не стал служить Богу, когда сын стал потихонечку не посещать служение, когда сын уже сидел там в конце, и друзья не собирались, и всё дальше и дальше от церкви. И когда этот отец, он в своё время тоже не служил Богу, но Бог его призвал, и когда он их позвал всех четверых, их было четверо друзей, и он им сказал такое, «Я смотрю на ваши пути». Сегодня утром Дух Святой говорил, «И я смотрю на ваши пути». Ваши пути очень неправильны и пред Богом. Ваши пути. Я вам скажу, у вас два варианта по вашим путям, как вы пойдёте. Или вы все сядете в тюрьму, или все-се умрёте, потому что ваша жизнь и ваше поведение, оно не приведёт вас к спасению. Они стоялись и в лицо ему смеялись. Они улыбались и очень сильно смеялись. Его сын, он покаялся и пришёл в церковь. Слава Богу! Но за 3-4 года эти все три молодые человека, один разбился на мотоцикле, другой от передозировки, и другой от передозировки умер. Молодые братья, молодые сёстры, не предавайся греху! Зачем тебе умирать не в своё время? И ещё один такой краткий случай. Недавно в нашей церкви, у нас небольшая церковь, и в конце, на последней лавочке, мама сидит с таким, как бы сказать, можно сказать, мужчина, не мужчина, но его поведение было очень такое детское, очень как-то себя вёл, как ребёночек маленький. И когда подошёл его брат, он тоже посещает церковь, и он говорит, когда ему было 14-15 лет, он не стал посещать служение, у него стали друзья, и в 17 лет он укололся всего один раз. И когда он один раз с его укололся, он потерял весь разум свой. И сейчас ему уже под 40 лет. И вот он в таком положении. Не предавайся греху! Зачем тебе умирать не в своё время? На 112-й здесь есть кладбище, кто местный знает. Как-то закончились похороны. И едя домой, я смотрю, сидит женщина около могилы и плачет. Я смотрю на неё, что она на земле сидит, погода неземельная. Когда я ближе подъезжаю, смотрю, это сестра, я её знаю. Я остановился, подошёл. Она сидит и плачет. И говорит, три месяца назад я похоронила своего сына. Три месяца назад я похоронила своего сына. Братья и сёстры молодые, сегодня братья напоминали такое слово, если мы неверны, Бог верен. И сегодня брату Виктор утром напоминал, что если мы исповедуем грехи наши, то он, не мы, может быть, мы неверны были, но Бог верен, и Он силен, и Он очистит от всякой неправды, и Он простит, и даст свободу от греха. Братья и сёстры, Бог может дать свободу от греха, когда грех будет рядом, грех, но Он тебя не будет влечь, потому что тебя Христос простил, потому что Христос тебя омыл, Христос дал тебе свободу, слава Богу. Поэтому, когда ты находишься в церкви, и у тебя, может быть, идёт борьба, молись, у Него есть сила крови, Он возлюбил тебя, Он хочет, чтобы ты с молодых лет до конца своих жизней был верный Ему. И последний день будем держаться исповедания неуклона, ибо верен обещавший. Братья и сёстры, Аврааму, Исааку и Иакову Бог обещал землю обитованной, в которой они жили, а нам Бог обещает жизнь вечную, слава Богу. Вы молодые, пройдёт жизнь очень быстро, и то, что вы поставите в начале вашей жизни, поставите на святой путь, поставите жизнь свою по Слову Божьему, братья, которые сидят, они, может быть, отойдут скоро вечность, родители ваши отойдут, но вам нужно будет сделать выбор, и если ты сделаешь правильный выбор, придёт день, когда ты будешь иметь жизнь вечную, слава Богу. Давайте мы придём к молитве и будем просить милости, чтобы Бог всех молодых благословил и сохранил для Царства неба обоочи. Кроме.